Играю на сайте Ческом. Соперник у меня это Гроссмейстер. С относительно небольшим рейтингом для Ческома. Посмотрим, что он предложит мне в дебюте. На защиту Немцовича. Вариант с ферзь Е7 играю. И попытаюсь в дальнейшем где-то черные поля прихватить при помощи Д6, Е5 и так далее. Сразу соперник разменивает моего слона. Конь С6 и где-то Д6, Е5. План заставит белого двинуть Д5. Конь потом уйдет снова на Б8, но включится в игру немножко другим способом. Наверное через Д7 и С5. Также есть ход конь А6 с дальнейшим переводом на С5. Сразу играет Б4 соперник. Мешает моему плану. Так, ну и теперь, я думаю, имеет смысл сыграть Ж6. То есть моя идея какова? Перевести коня на Ж7 и подорвать Ф5. Если уж на одном фланге соперник играть не дает, будем пробовать что-то создавать на другом. Так, ну думаю, что А4 ход здесь сгодится. Соперник будет достаточно долго выигрывать эту пешку. За это время я думаю, что смогу подорвать центр неплохо. Ну, ко всему прочему, на ход Б5, если он погонится за этой пешкой, у меня есть ответ С6. Б5 все-таки играет. И вот тут вопрос. Нужно ли как-то защищать эту пешку? Пытаться помешать ее выиграть. Думаю, что сразу пойду Ф5 здесь. Конь Ф6. За какую-то инициативу я ее отдал. Посмотрим, будет ли эта инициатива достаточной, чтобы не проиграть. Возможно, отведу слона на С8 и включу в игру коня, поскольку ход Б5 уже дал мне возможность запрыгнуть на поле С5. Слон С8. И перевожу коня. Может быть, даже конь пойдет по другому маршруту, нежели на С5. Вот, например, здесь соперник уже не дает мне это сделать, как я хочу. Ход С5 вполне логичный. Все равно конь Д7. Думаю, что пешку на С5 брать не нужно. Там блокадное поле С4 есть у белых. И моя пешка Е будет слабая уже. А здесь залазю конем. Беру под контроль пешку Е центральную. И продолжаю пытаться что-то создать на королевском фланге. Необходимо также будет при случае где-то ввести короля, сыграть ладья Ж8 для более мощной атаки. Но придется тратить на это важное время. После А6 все равно отхожу на С8. Так, соперник решил ладья А3 пойти здесь. Король Х8. Буду проводить также свой план. Моя задача где-то Ж4 и Ф3 пойти. Еще больше его приковать. Так, Ф3 играет сам. Ладья Ж8. Собственно, мой план здесь вряд ли поменяется. Х5. Единственное, у него есть план с эвакуацией короля, который в таких случаях часто применяется. Наверное, за него я бы так и сыграл. Просто перевел бы короля на ферзовый фланг. Соперник решает по-другому. Сыграл конь А4. Есть ли смысл у меня здесь ходить конь Д7? Не знаю. Перевод на Ф8. Наверное, все-таки заберу. Вот этого коня уже пользы здесь особо нет. И пойду Ж4. Так, еще раз забирает соперник. Соперник, слон Ж4. Так, вот здесь вот, наверное, заберу конем. Хочу перевести его на Е3. Ну, переводить, наверное, нужно. Дальше может быть ферзь Ж5, пожертвующий на цессе. Навладе Ц7. Сыграю король Ф6 с угрозой мата на Ж2. Так, соперник снова не дает мне. Проводить мои планы. Ферзь А5. Игра это уже хода Ферзь Ж5 у меня нету, так как возьмет Ферзь он. Ладья Ц8 здесь игра. И Ферзь Ж5. Последний какой-то шанс что-то создать. Король Ф6. У меня план забрать на Ж2 и поставить мат. Кстати, по-моему, получается даже. Ферзь Берзь Ж2, ладья Берзь Ж2 и ладья Х8 матуют. Кажется, что соперник просто зевнул это. Да, красивый мат удается поставить. Хотя мне кажется, что позиция в какой-то момент была просто безнадежная. Продолжение следует...